А вчера от совместной следственной группы по делу крушения Боинга Малазийского над небом Украины и погибло 298 человек, так вот эта группа обнародовала телефонные разговоры боевиков самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Это тоже опубликовано в очень многих западных изданиях, как интернет, так и печатных и электронных. И эти разговоры подтверждают, что Россия напрямую управляла так называемыми ДНР, ЛНР и финансово, и с военной точки зрения. И руководила всеми их действиями вообще. Вот несколько примеров из огромного количества телефонных разговоров, которые были опубликованы. Основная цель, которую я преследую в той каше, которая варится, я хочу, чтобы Коломоец не был потерян и остался живым. И Приватбанк вошел в систему ДНР. Коломойский или как там его. Ну вы знаете, я вам честно скажу, я совершенно не заинтересован в этом господине никак. Я считаю, что он ворак Российской Федерации. Правильно, послушайте меня. Правильно. Я согласен с вами. И он должен быть фактически уничтожен. Просто смотрите, как любой нашкодивший царь в русских сказках, который не знает, как выйти из ситуации, он отдает половину царства тому, кто ему может помочь. В случае с нашими олигархами, со всеми, они все должны из статуса олигарха и вора превратиться в кризис-менеджера. Для этого весь капитал должен быть возвращен в страну, а как минимум 50% в качестве извинения возвращено за то, что сделано. И тогда, я думаю, ни МВФ, ни кто ничего не понадобится. Ну, у вас далеко идущие планы, а у меня нет. Я выполняю приказы и отстаиваю интересы исключительно науку государства, Российской Федерации. Вот, собственно, и все. И мы сегодня, напрямую, уже неделю, напрямую, все вести в подсеклу в Москву. И назад получаем команды. Я тебе просто говорю, дай бог, чтобы все были живы, и все, кто у вас подвали. Я тоже получаю команды из Москвы. То же самое. Но у вас ФСБ, у нас ГРУ. Вот и все. Все в отличие. Все в отличие. Ну и все. Я об этом знаю прекрасно. А Пургин, как стоит безопасность, включись, к сожалению. Большого не можем, извинился перед ним. Но Москва утвердила закрытый список. Пургин туда не входит. Ты входишь, ну, просто по должностям, да? Там просто рецепт пример у нас не попадает в ССБ. Извините, ребята. Вот. Да. Самая большая проблема, которая у меня сейчас есть, у меня заканчиваются бабки. То есть вот эти, так сказать, 150, которые я взял с собой, они уже практически все. Потому что 50 Захару, миллион гривен Игорю, плюс все остальные расходы, да? Потому что идет... Вот экономическая доктрида для этого и вводилась, что на месте не было. Да. Вот деньги на месте, они будут, на самом деле, недели через две, понимаешь? Ну, будут. Таким-то более-менее потоком. Будут, если недели две, эта ситуация продержится. Понимаешь? Если ничего не изменится в военном плане, то эта ситуация две недели не продержится. Не, ну, Саша, мы же все время стоим. Это можно не повторять. Если не продержится, то, конечно, не продержится. Да? Да, да. Ну, примерно вот такая ситуация. Масса еще всякого дополнительного. Тебе надо как-то грош поводить. Да, мне надо как-то эти гроши. Есть вот этот коллег, который обещал 180 тысяч. Я его через Леню попросил эти 180 тысяч организовать, но он сказал, что ему будут подтверждения, чтобы деньги в Москве были. В общем, он фуфлик замыливает ситуацию. Но ты его вызови сам лично. Напомню, что он это сказал в присутствии меня. Тебе. И скажи, дорогой товарищ, значит, я ничего знать не хочу. Вот. 180 тысяч, держаться на корабле. Да, тебя 108 завтра там. А сам знаешь, кто там отдаст Москве. Ну, что так? До сих пор здесь. Три раза твоему звоним. Там, короче, он уже дал команду этому. Но они согласовали, что нам будут выдавать по команде на букву «Ш» человек, знаешь? Не знаю. Ну, Шойгу. А где? Потому где будут выдавать? Ну, где? В Ростове где. Так, ну, Шойгу мы понимаем. Это министр обороны Российской Федерации, который, судя по этому звонку, давал прямые указания на поле сражения. Ну, естественно, Министерство иностранных дел Российской Федерации сказало, что это фейк-ньюс. И вообще, ну, не ньюс, просто фейк. Но, тем не менее, многие считают, что это совсем не фейк. В Европе и в Соединенных Штатах Америки. И вот тут получается такой контраст. С одной стороны, человек, который в 2014 году они хотели уничтожить, судя по всему, по этому разговору, сейчас свои объятия раскрывает перед ними. Это люди начинают не понимать. И вообще, как Украина может вести вот такие дипломатические, мягкие, дружелюбные переговоры с Россией после такого? Вот. Пожалуйста. Ну, нового здесь на самом деле ничего нет. Только дети не понимают, кто руководил аннексией украинской территории, кто развязал войну против Украины, кто поставлял оружие, боевиков, и кто по сей день руководит. Это проблема. А мы говорим, все все понимают. Мы все всегда все понимаем, но ничего никогда не доказываем. А они доказывают. Минутку. Дело не в этом. Дело в том, что Европа, о которой только что мы говорили, она предпочитает закрывать на это глаза, потому что у Европы есть свои интересы, и они не сходятся с интересами Украины, к сожалению. И Украина сама дает часто повод, чтобы эти интересы не сходились. Европа хочет заниматься бизнесом с Россией. Надо это сказать прямо и честно. Кстати, Коломойский в своем интервью сказал несколько важных вещей, с чем я соглашусь. С тем, что Европа нас не ждет. И вообще надо прекратить обманывать украинцев, говоря о том, я имею в виду политиков, в том числе самых высоких, говоря о том, что мы будем членами НАТО, нас примут в ЕС. Да ЕС сама может, сам ЕС может развалиться скоро. У них проблем выше крыши, им еще Украину подавай. Мы должны понимать, нас не ждут в ЕС и в НАТО. И для нас, наверное, сегодня был бы лучшим выходом вообще вне блоковый статус. Но то, что нас не ждут в ЕС и НАТО, не значит, что нам надо идти в объятия России. Россия это враг Украины. Я имею в виду не российский народ, а российское руководство. Это люди, развязавшие кровавую войну против нашей Родины. Поэтому там никаких... И вот это лишнее подтверждение. Но этих подтверждений, САВИК, тонны. Потому что, может быть, в России не понимают этого особо одаренные люди. Но у украинских спецслужб огромное количество телефонных переговоров людей на самом высоком уровне, связанных с этой войной на Донбассе. Украинские спецслужбы вывозили уже из оккупированных территорий руководителей резидентур России, которых потом наши руководители здесь самые высокие, отдавали Москве. Над этим тоже надо поработать и понять, что за люди здесь руководили Украиной в период аннексии Крыма и в период войны на Донбассе. И как они связаны с Российской Федерацией. И являются ли они агентами Российской Федерации? Люди, руководившие Украиной. Кстати, многих из них на территории Украины уже нет. Но это вопрос к нашему СБУ, которое должно этим заниматься.